МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуацию в казахстанском животноводстве можно характеризовать как крайне тяжелые, так говорят отечественные эксперты. По их данным, за последние пару лет более трети мелких и средних хозяйств закрылись. Профессиональные фермеры вынуждены распродавать скот и возвращаться в город. С чем связана обратная миграция аграриев и сколько сегодня стоит содержание мясных пород, подробнее в выпуске. Здравствуйте, меня зовут Раинжан Мухигинов, в эфире Агролайф. По данным Мясного союза, за последние два года в Казахстане закрылись около 10 тысяч хозяйств. Коллапс отрасли начался во время пандемии COVID-19, когда торговые отношения замедлились. Затем ситуацию на рынке усугубила вспышка ящера в нашей стране, после которой Россия и Китай приостановили ввоз продукции казахстанских животноводов. И в завершении уже наша страна ввела запрет на экспорт скота. 85% всего экспорта стал живой скот. И это был рынок Узбекистана. 240 тысяч голов мы ежегодно продавали. Соответственно, 240 тысяч голов осталось на рынке Казахстана невостребованным. И оно начало давить на рынок. Избыток мясной продукции на внутреннем рынке обрушил цены оптовой реализации. Фермеры вынуждены были продавать мясо ниже себестоимости и, соответственно, работать в убыток. Что касается ущерба для животноводской отрасли, его очень легко посчитать. То есть цена оптовая берется, по которой мы продавали. Допустим, это было 2000 тенге, умноженное 500 тысяч тонн мяса. То есть объем всей производительной говядины в Казахстане составляет около 1 триллиона тенге. Если вследствие некоторых решений цена упала на 20%, соответственно, 200 миллиардов тенге ежегодно фермеры не досчитались. Эти деньги, причем они в системе остались, но их получили другие участники отрасли, не производители, а те, кто занимается торговлей. И все-таки спустя два года ограничений экспортное окошко приоткрылось в сторону Узбекистана. Зимой 2023 года фермеры получили квоты на вывоз 60 тысяч бычков. Небольшой объем, если учитывая то, что в 2019 году мы продали 240 тысяч голов, а с учетом нарастающих по голове могли бы и 300 продать. Так как процедуры были достаточно сложные, то есть нужно было там в определенные сроки подать на карантин, то было экспортировано всего лишь 15-20 тысяч голов. В отраслевой организации отмечают, что действующие ограничения работают не для всех. Я недавно был месяц назад с рабочим визитом в Кыргызстане, и там фермеры говорят, вот мы завезли, говорит, это мы сюда поголовье, говорит, можете нам дать на них документы. Я говорю, как вы сюда завезли, если у нас действует запрет? Все, они сразу разбежались. Ни для кого не секрет, что этот скот также идет контрабандой, там тот же самый Узбекистан, на юге все об этом прекрасно знают. Я слышал схемы, которую покупает якобы российский скот, транзит делают, там в него загружают наши, ну какие-то там есть моменты. В данный момент экспортные рынки закрыты. Мы написали письмо об открытии экспортных рынков без ограничений. То есть мы еще потребовали, чтобы открыли рынки по экспорту и племенного скота. То есть тот же Узбекистан, он каждый год импортирует себе племенной скот из Европы. Когда мы тут под боком, мы можем им тоже продавать скот. До 2010 года коров этой мясной породы в Казахстане практически не было. Массовый ввоз скота начался вместе с программой развития экспорта и потенциала мяса крупнорогатого скота в 2011 году. Речь идет о животных породы блэкангус. И программе развития экспортного потенциала мяса КРС, или как ее еще называют, мясной проект. В рамках него с 2011 по 2013 годы пересчитали весь имеющийся в стране скот. Каждому животному закрепили бирку с индивидуальным номером. Все данные внесли в единую базу. И начался массовый импорт маточного поголовья породы ангус. С 2010 года импортировалось в Казахстан 49 тысяч голов именно телок. На сегодняшний день у нас сейчас в Казахстане 160 тысяч голов племенного скота общего поголовья. И если маточного взять, это у нас 112 тысяч голов маточного. Первых коров завозили из США, Канады, Австралии и стран Европы. Вместе со скотом в Казахстан пришли и технологии холодного содержания, и генетика. Знатоки называют эту породу черной жемчужиной. Сегодня профильная палата сотрудничает с обществом скотоводов Абердин Ангус Великобритании, что дает возможность обмениваться опытом, а также доступ к генофонду. Генетика, лучший быков в виде семени мы сюда привезли, скот свой покрыли, ну и получили и тех телят, которые получают там же, в Америке, только себестоимость у нас ниже. В 2021 году в нашей стране произошел спад в породном преобразовании скота. И 200 тысяч маточного поголовья родили беспородных бычков. Такие данные приводит палата Ангус. Породный бык, вы можете его полтора года в возрасте, ну уже его сдавать на мясо. А беспородный бык, где-то ему надо 2,5, а то и все 3 года. Давайте возьмем 200 тысяч. То есть корову дают 50 на 50. Мальчики, девочки, да? Мальчики идут на мясо. То есть 100 тысяч голов у нас мальчиков. Что страна теряет? То есть вот эти 100 тысяч бычков мы потеряли около 4 тысяч тонн мяса. Сегодня разведением Ангусов занимаются 1200 фермерских хозяйств по всему Казахстану. Преимущественно в Алматинской, Житесуйской, Актюбинской и Акмолинской областях. Это фермерское хозяйство находится в Зелендинском районе, в Кусепском сельском округе недалеко от города Кукшитау. Общая площадь 48 тысяч гектаров, где 32 тысячи пашни и 15 тысяч пастбища. И около тысячи голов блэкангусов. Абердин – ангусская порода коров или просто ангусы, безрогие и угольно-черные. Относятся к мясному направлению, неприхотливы в содержании. Ценится за скороспелость и мраморность мяса. Около 80% всей производимой мраморной говядины в мире из мяса бычков этой породы. Среди казахстанских фермеров пользуются большой популярностью и занимают второе место по разведению среди мясных пород после казахской белоголовой. Большой прирост живой массы идет. То есть при усиленном кормлении, хорошем кормлении, они очень большой привездают. Особенно с малолетнего возраста. Там в течение, например, полугода может быть до 400 килограмм. За одни сутки животные этой породы набирают до 5 килограммов. Масса хорошо откормленных коров достигает 800 килограммов. Еще одно свойство – это легкий отел и приспосабливаемость к неблагоприятным погодным условиям. Они легко переносят перепады температур от минус 30 до плюс 30 на открытом воздухе. Не требуют коровников и подстилки. Только ветрозащиту необходимо поставить. Начиная с апреля месяца мы выходим на пастбище. И до октября-ноября, а в прошлом году, например, в 2022 мы встали 17 декабря на стойловый период. Про этих коров говорят в содержании прибыль превышает расход. И здесь мы остановимся подробнее. По статистике данного хозяйства, 52% всех трат уходит на корма – около 63 миллионов тенге. Еще 8% занимают различные услуги и ветпрепараты. ГСМ – около 157 миллионов тенге. И 40% – это накладные расходы. Первый год у нас рентабельности как таковой не было, ввиду того, что мы работали на увеличение поголовья. В этом году уже с учетом частичной реализации, плюс планов реализации на весну, то есть у нас сейчас есть поголовье для реализации, мы посчитали примерно бюджет, рентабельность составляет от 15 до 25%. Рост, который совершила отечественная мясная отрасль, за последние 10 лет отмечают и заокеанские партнеры. Говорят, что наши бычки уже способны конкурировать с теми, у кого генофонд исторически крепче. На сегодня все. Вы смотрели Агролайф в программу о жизни казахстанского АПК. До встречи на следующей неделе.